5 мобильных групп, каждая из которых состоит из работника военкомата и сотрудника милиции, ежедневно разносят военнообязанным милитопольцам повестки. Будут это делать в течение ближайших 90 дней. Именно столько продлится первый в этом году этап частичной мобилизации. Воен обязаны, после вручения им повестки, обязаны прибыть в военный комиссариат. Они проходят медицинское освидетельствование и если они годны по состоянию своего здоровья для прохождения воинской службы, они формируются в команду и им выдается непосредственно повестка на отправку в определенные команды как вооруженных сил украины, так и других воинских формирований Украины. За первые дни после начала мобилизации Милитопольско-Веселовский объединенный районный комиссариат вручил около сотни повесток. По некоторым адресам наведываются повторно. Поскольку застать призывников дома не всегда получается. Зачастую родные пытаются убедить сотрудников военкомата, что нужный им человек здесь не проживает. Если пляжевом был бы здесь, бы никуда не пошел. Потому что не пошел. Пока вызывают на медицинские комиссии. В военкомате напоминают, что имеющиеся заболевания, а также факты смены места жительства военнообязанным необходимо подтвердить документально. Во избежание уголовного преследования за уклонение от службы. При частичной мобилизации приоритет служившим в вооруженных силах и имеющим военную специальность. Мобилизованные мелитопольцы заменят своих земляков, которые отправились служить в армию весной прошлого года. У демобилизованных при желании есть возможность заключить краткосрочный контракт и продолжить службу.